Приветствую вас и для начала давайте попробуем немножечко успокоиться, немножечко остыть, немножечко постановимся и чуть-чуть с вами подумаем. Подумаем мы с вами о том, почему, как вы думаете, у вашего папы появилась любовница, то есть с чем это связано? Мы пока не будем трогать сам факт того, что у него эта любовница есть. Пока просто поговорим о том, почему она у него появилась. Как вы думаете, почему у папы появилась любовница? Когда вы об этом подумаете, когда и если вы об этом подумаете, то скорее всего придете к определенным выводам. Что папа ваш скорее всего несколько не удовлетворен, что папе вашему скорее всего чего-то не хватает. Ну так вот, знаете, если мы говорим в общем. И соответственно, любовница это следствие того, что у вашего папы есть проблема. Проблема вашего папы состоит в том, что он скорее всего, ну не то, чтобы прямо не уверен в себе. Я думаю, что скорее всего вашему папе просто не хватает чего-то для того, чтобы чувствовать себя мужчиной, чувствовать себя востребованным, чувствовать себя нужным, желанным и так далее. И как вы, наверное, уже поняли и догадались, если не поняли и не догадались, то я вам соответственно скажу, что развод ваших родителей, не связан напрямую с тем, что у папы появилась любовница или что она у него была. Развод связан немножечко с другим. Развод связан с тем, что ваши родители друг друга не удовлетворяют. И здесь нужно понять, постараться понять, что именно из-за этого неудовлетворения, именно из-за того, что папа не чувствует себя удовлетворенным, мама скорее всего тоже имеет какие-то претензии, вот именно из-за этого и происходит развод. И если вы действительно хотите помочь своим родителям, если вы действительно хотите сделать так, чтобы они не развелись у вас, то я полагаю, что самым правильным решением будет думать, почему они разводят. Что заставляет ваших родителей разводиться? Ведь не от хорошей жизни они это делают, правильно? Что ответственно, подумайте, пожалуйста, на эту тему. И если вы можете что-то исправить, то обязательно исправьте. И это будет гораздо лучше, чем то, что вы делаете именно сейчас. Потому что сейчас вы занимаетесь тем, что вредите. Вредите себе и вредите, собственно говоря, своим родителям тоже, к сожалению. Я думаю, именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Понимаю, что вероятнее всего это не то, чего бы вам хотелось. Понимаю, что вероятнее всего это не то, что вам нужно. Ну и вы, пожалуйста, тоже пытайтесь понять, что проблема взрослых людей в первую очередь должны решать сами взрослые. В первую очередь. И только уже потом за них это должны делать кто-то другой. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Я уверен, буду благодарны тем вам заоценку и поверючем.